В эфире «Импульс Севера». Мы продолжаем обзор событий этого дня в студии Юлия Шаркова. Здравствуйте. Спасатели рекомендуют северянам быть осторожнее на улице. Причина – сильный и порывистый ветер. Такую погоду на Ямале прогнозируют до 24 декабря. В Новом Рингое скорость ветра достигнет 15 метров в секунду. В соседнем Надымском, Пуровском, Тазовском и Красноселькубском районах ожидается ветер до 17 метров в секунду. На севере региона дуть будет еще сильнее. Там порывы могут достигать 20 метров в секунду. Отмечу, накануне пассажиры нескольких рейсов даже не смогли вовремя улететь из Нового Рингоя из-за сильного ветра командиры воздушных судов решили отправиться на запасные аэродромы. Вы когда-нибудь задумывались, кто на самом деле прячет подарки под елку и исполняет заветные желания? Мы провели журналистское расследование и выяснили, что минимум для пяти маленьких северян волшебником стал губернатор. Дмитрий Артюхов принял участие в благотворительной акции «Теплый день» и передал начинающим спортсменам все нужные для тренировок атрибуты. Такая возможность была у всех неравнодушных. Ямальцы уже исполнили более тысячи желаний детей и пенсионеров. За 10 лет проведения акции «Теплый день» более 10 тысяч человек получили поддержку от жителей округа. В этом году пункты сбора подарков работали не только на Ямале, но и на базе представительств региона в Москве, Санкт-Петербурге и в Тюмени. Праздник шагает по стране. Накануне мы рассказывали о нашествии Дедов Морозов в Лимбияхе и Карачаево. Совсем скоро новогодняя атмосфера окутает весь город. Уже в воскресенье 24 декабря наурингойцев ждут на Центральной площади. Приглашение разместил у себя в телеграм-канале Андрей Воронов. Глава города позвал всех зажечь праздничную иллюминацию на елке и открыть ледовый городок. Так что обязательно приходите. Действо начнется в 17.00, а еще будет работать традиционная резиденция Деда Мороза. О празднике мы поговорим чуть позже. Сейчас к другим темам. Хотите научиться летать? Физика, аэродинамика и метеорология. Для многих из нас вещи сложные, но не для детей, которые учатся управлять беспилотниками. Курсы преподают в третьей школе с 2020 года. Дроны можно использовать в разных целях. Поиск пропавших людей в тундре, раскопки, видеосъемка. А еще с их помощью можно обнаружить несанкционированные свалки, очаги возгорания или доставлять предметы первой необходимости. Перечислять можно долго, но навык управления беспилотниками сейчас точно особенно актуален. Впереди у новоуренгойских школьников региональный чемпионат по управлению дронами. В прошлом году мы готовили взрослое население Уренгоя. Было подготовлено 64 оператора. Два из них на СВО. В СВО участвуют. Большая работа проведена при поддержке администрации города, при поддержке департамента образования. Было закуплено оборудование. Дети у нас занимаются не только из нашей школы, но и из всех школ муниципалитета. То есть приходят с любой школы к нам дети в пятницу. Это специальный день для этого. Они здесь учатся. Надоела старая шуба? Сдай ее нам и получи скидку до 60 тысяч рублей. Меховая фабрика «Ангелина Сэм» в новом Уренгое. Только до 24 декабря в ТРЦ «Солнечный». Российская Арктика стала чище на 7 тысяч тонн различного хлама. На уборке трудились порядка трех тысяч добровольцев. Итоги третьего сезона большой уборки волонтеры подвели в Москве. В рамках выставки «Россия» там прошел форум «Экосистема». К диалогу присоединились все девять арктических территорий нашей страны. Участники сессии отметили, проект «Чистая Арктика» за три года вырос. Из инициативной группы он превратился в полноценный экологический проект. Сегодня он объединяет десятки тысяч человек. И число желающих присоединиться с каждым годом растет. В этом году конкурс среди волонтеров составил 44 человека на место. Причем 60% добровольцев – девушки. В планах на следующий год добраться до мыса Челюскин, самого северного мыса Евразийского материка. Проект «Ямал-экодом» отмечает день рождения. Год назад первый экодом открылся в столице нашего округа в Салихарде. Весной 2023 года состоялось открытие и в Новом Уренгое, а летом дом эконаправленности открылся в Ноябрьске. За это время в рамках проекта было реализовано множество экологических акций, конкурсов и мастер-классов. Сегодня в Новорингойском экодоме подвели итоги работы. Сегодня в Экодоме празднично и весело, и такая атмосфера здесь царит практически постоянно. В гости в это необычное место приходят дошколята целыми группами, школьники целыми классами и просто новорингойцы целыми семьями, потому что в Экодоме время словно идет по-другому. Здесь наступило будущее, такое, в котором люди уже сформировали правильные эко-привычки. Отлики колоссальные, очень много детских игрушек приносили, подростки. Эко-семьи, у нас участвовало 19 эко-семей, они зарабатывали баллы. Это радует, что многие вовлечены в проблемы экологии в нашем городе. Переживают, они приносят в торсырье, эко-просвещаются. И это одна из главных функций Экодома – просветить как можно больше людей в вопросах раздельного сбора отходов, дать вещам вторую жизнь, а природе – шанс на гармоничное соседство с человеком. Все больше людей готовы решать эту проблему и не быть бездумными потребителями. Детки наши очень восприняли конкурс на отлично. Они вместе с нами перебирали мусор. Теперь даже самые младшие дети знают, что такое пластик, картон, все раскладывают по разным пакетикам. Потому что нужно чаровать, чтобы не загрязнять планету, чтобы она была чистая и животные не погибали. Самые активные участники экологического процесса получили грамоты. Но главное – это осознание, которое настигает все большее число людей. За год организовано около 300 мероприятий. Эко-уроки, эко-квизы, викторины. Посетителями стали почти 10 тысяч новоуренгойцев. На переработку принято 14,5 тонн вторсырья и больше тонны батареек. Ну и, конечно, у проекта растет число социальных партнеров. Мы ориентированы на минимизацию отходов, направляемых на захоронение. В каждом отходе есть полезные компоненты, которые в дальнейшем можно отправить на переработку, тем самым уменьшить количество полигонов. Ямал-эко-дом – это место, где прививается культура обращения с отходами. И экологическая ответственность – она, как и другие виды ответственности, неизбежно приведет к порядку и гармонии. Юлия Шаркова, Павел Михайловский, информационное агентство «Импульс Севера». Куда пойти учиться? Этот вопрос волнует многих выпускников и родителей. Ямальским абитуриентам в этом плане проще. Они познакомились с вузами Тюмени, Питера и Москвы, не выезжая за пределы региона. Просто посетили день открытых дверей. Он прошел в Новом Уренгое, Надыме, Салихарде и Ноябрьске. Участниками проекта стали более 700 подростков. Такие встречи проходят уже в третий раз. Это социальный проект представительства Ямала в Тюменской области. Теперь к нему присоединились Москва и Питер. Вернемся к городским темам. В Карачаево прошли чемпионаты первенства Ямала по прыжкам на батуте. На трамплинах встретились ямальские и курганские спортсмены. По итогам в четырех дисциплинах команда Нового Уренгоя завоевала 97 медалей. Такой высокий результат – общая заслуга и участников соревнований, и их тренеров. Напомню, наставники новоуренгойцев – заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Гюлюся Чубакова. Таркасалинцы, ноябряни, новоуренгойцы и шадринцы из Курганской области приехали за победами на чемпионаты первенства Янау по прыжкам на батуте. Всего 143 спортсмена. У вас этот год уровень мастерства вашего вырос, с чем я вас поздравляю. Ну и, конечно же, хочу поздравить с наступающими праздниками. Ямальские и курганские спортсмены состязаются в четырех дисциплинах – в двойном мини-трапе, в индивидуальных асинхронных прыжках и на гработической дорожке. Забрать победу можно лишь артистически и качественно выполнив задание. Соперники достаточно сильные, хорошо прыгают, но есть такие, которые лучше меня прыгают, конечно. Думаю, на третье место. Почему не на первое? Ну, потому что есть девочка Алена, она сильнее комбинация. Соперники, они тоже сильные, ну, я тоже. Посмотрим, надо еще прыгнуть, потом только узнаем результат. Результат потрясающий. Спортсмены из Нового Уренгоя завоевали 97 медалей – 42 золотых, 28 серебряных и 27 бронзовых. И в жизни каждого из этих победителей очень важную роль играет тренер. Одна из таких наставников – Гулюся Чебукова. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович присвоил почетное звание, заслуженный работник физической культуры и спорта. Это высокое звание, но человек, который перед нами, он его заслуживает. Гулюся Чебукова воспитала 30 мастеров спорта по спортивной акробатике и по прыжкам на батуте, а три ее спортсменки в сборной России. Я поставила себе цель, чтобы у меня дети попадали в сборную России, попадали на первенство мира Европы. Я считаю, что я достигла. Благодаря этим спортсменам я получила эту награду. Это не только моя награда, это награда моих спортсменов, моих родителей. Карьеры тренера начинала в родной республике, в Татарстане. На север приехала в 96-м году, вслед за мужем. Я пришла здесь, начала работать вообще в управлении культуры, КДЦ. Там маленький кабинетик нам дали, обычный зал, 6 на 9 маленький. С этого зала мы начинали и вот пришли к этому оборудованию, к этому залу, к этим результатам, к этим успехам. Почти 20 лет назад текст начальник управления физической культуры и спорта и туризма Марина Михайлова поддержала этот вид спорта. И по окружной программе приобрела оборудование и сказала, давайте будем прыгать. В Карачаево было очень ограниченное количество видов спорта, которые можно было обеспечить тренерским составом. Вот это такая проза жизни. Потому что не было бы тренера, вряд ли здесь можно было бы развить этот вид спорта. Поэтому я вот сегодня с гордостью и с радостью в душе поздравила Углесу за взятую, заслуженные награды. И сегодня город поддерживает сильнейшую в округе школу прыжков на батуте и спортивной акробатики. Год назад спортсмены переехали в новый спорткомплекс. Теперь тренируются в еще более комфортных условиях. Алена Ядня, Павел Михайловский, информационное агентство «Имбуль Севера». Совсем скоро новый Уренгое ждет еще одно большое спортивное событие. Уже 21 декабря в «Звездном» стартует международный фестиваль бокса «Северный характер». На ринг выйдут юноши, юношеские сборные Белоруссии, Киргизии, ДНР, ЛНР и Ямала. Арктический регион представят спортсмены Роман и Артемий Липушкины, Эдуард Авдеев, Арина Кузьмичева. В субботу, 23 декабря в 18.00 состоятся шесть профессиональных боев. Один из них проведет наша титулованная спортсменка Дарья Салендер. Матчем вечера станет бой за звание чемпиона России. Вернемся к праздничной теме. «Импуль Севера» предлагает горожанам выбрать самое новогоднее учреждение. Мы упростили вам задачу и составили топ-10 организаций нового урингоя, которые уже подготовились к встрече 2024 года. Переходим ко второму этапу. И тут все зависит от вас, нового урингойцы. Вам предстоит определить, чье украшенное пространство лучше. Условие простое. Кто соберет больше голосов в нашем опросе, тот и победил. А коллектив, набравший наибольшее число голосов, получит от нас вкусный приз «Фуршет» на 15 человек. Проголосовать можно в телеграм-канале «Импульс Севера» новый урингой. Победителей определим после 27 декабря. Это все новости к этому часу. В студии для вас работала Юлия Шаркова. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова